Всем привет! Мои дорогие, любимые, ценители моря, солнца и тепла. Я начинаю серию моих видео на мой новый канал на русском языке, так как я уже живу на Тенерифе и могу вам показывать эту красоту, которая окружает меня. Море, солнце, тепло. Как многие говорят, что Тенерифе это остров вечной теплоты, вечной весны. Но последние три дня и нас зацепила, так сказать, эта зима. У нас тоже было похолодание, где-то порядка 14-13 градусов. Вот, даже выпал снег на вершине Тейды. Но вот сегодня у нас немножко потеплело. 18 градусов, солнышко. И поэтому я решила воспользоваться этой возможностью и начать снимать мои видео на мой новый канал. А сейчас мы снимем небольшую обзорочку этого прекрасного поселка, где мы живем. И прогуляемся, начнем, и прогуляемся по этому поселку. Вот мы сейчас находимся в самом начале дороги. Здесь находится памятник. И немножечко покажем вам обзорочку скал и ближайших домов. Ну что, начинаем наше путешествие по нашему поселку. С местной достопримечательности, с памятника. Этот памятник был установлен в честь местной фольклорной группы, которая была создана здесь в 60-х годах. И рядом с этим памятником находится дом, где и была создана эта группа. Вот здесь на горах. Вот в этом доме и была создана эта знаменитая канарская фольклорная группа. А сейчас я хочу вам показать одно красивое место. Видите, там вдалеке виднеется пляжик. Вот такой коварный пляжик. То есть, когда идет прилив, он закрыт водой. Ну, короче, только те люди, которые имеют хорошую пасу, я так предполагаю, могут загорать на этом пляжике. Потому что, если что, вот вас может затянуть вот такая вот прекрасная волна в виде океана. Продолжение следует... А сейчас я вам покажу какое-то дерево. Оно называется Драго. И в целом на Токалипсе растут вот такие вот деревья, которые называются Драго, Эвкалипты и Пальма. И сейчас мы пойдем все вместе на прогулочку по нашему поселку. Ну что, вот с этого прекрасного склона и начинается пункт Делли Дальго. Вот так и начинается замечательная дорога в пункт Делли Дальго. Вот здесь на горах живут люди. А вот так вот внизу вынуждены парковать свои машины. Вот. И по дороге можно увидеть прекрасное дерево, похожее на нашу местную акацию. Обязательно посмотрю, как это дерево называется, и вам напишу. Вот такие прикольные бананы висят. Вот такой прекрасный кратончик растет прямо на улице. А вот прекрасная пальма. Обожаю пальмы. Так, а сейчас немножко поснимаем вам местных цветов. Очень красиво. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, вот такие вот узкие здесь улицы с такими вот уютными домиками. Мы уже спустились пониже. И вот здесь видно сверху видно местную намережную. Сейчас мы пойдем гулять по ней. Вот такой прекрасный пейзаж на море. Ну что, сейчас мы пришли к моему любимому пляжику. Вот он вот такой вот весь камня с такой прекрасной пеной. И погода уже изменилась. Видите, набежали тучи. Как я говорила, здесь сейчас находится циклон, который называется Филомена, который вызвал на материковой части Испании большие снегопады. Ну, а у нас вот сейчас идет уже три дня дождь. Поэтому вот сегодня с утра было солнышко, и я воспользовалась этой возможностью немножко поснимать. Ну, а сейчас у нас уже опять снова серо и уныло. Ну, волны по-прежнему прекрасны. Обязательно вернемся к этому пляжику, когда у нас будет прекрасный солнечный день. И море будет иметь совершенно другие оттенки. Бирюзовые, яркие, красочные. Ну что, это вот такая вот местная набережная. У нас сегодня сложно снимать, потому что очень много людей гуляющих. Я думаю, мы вернемся к этой прогулочке именно по набережной. Другой день, когда у нас будет солнечно и красиво. Ну, вот даже, может, еще и будет солнце сегодня. Но пока вот у нас океан вот в таком виде. А вот еще одно мое любимое место. Вот здесь вот такая вот скала. Вот здесь вот так вот можно сесть, посидеть, свесить ножки. Я люблю вот сесть на краешек сюда, потому что я боюсь высоты, но вот так со скалой, где можно встать на ножки, я не боюсь. И вот можно сидеть и наслаждаться видом на океан. Вот такая красота. А вдалеке виднеется поселок Бахамар. И вот там вдалеке тоже лодки и ресторан. И вот такие прекрасные, милые домики. А это местный бассейн. И сегодня очень холодно, но есть даже любители покупаться в любую погоду. и они вот, видите, и купаются, и загорает народ, несмотря на погоду. Хотя сейчас, наверное, ну, где-то градусов 17 по теплоте. Вот такая красота. Вот моя любимая пальмочка. Обожаю снимать пальмы. Местные растения. Ну что, сейчас идет отлив, поэтому можно спокойно погулять вот по этим камням. Но когда прилив, здесь все покрыто водой. И нам прямо такие сильные волны, что вот прям под этой вот стенки, вот люди любят там разместиться, позагорать, и вот прям до самой стенки идут волны. Очень сильные. Вот такой красивый пейзажик. Вот пока у нас море не скопило, точнее океан. Ну что, закончить свои видео я хочу с нашего прекрасного балкона, с которого открывается прекраснейший вид на океан. Я надеюсь, что вам понравилась наша прогулка по этому красивому поселку. В следующий раз обязательно пойдем гулять в другую часть поселка. Там больше видны горы, и океан более такой дикий. Вот. Ну, а это видео мне бы хотелось закончить. Так что, если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, обязательно пишите в комментариях, что бы вам хотелось видеть в моих видео, побольше какие-то обзорные экскурсии, или все-таки какие-то рассказы про что-то, про жизнь в Испании, про Испании, про традиции. Ну, вообще, это даже не то, что мы живем в Испании. Здесь, как бы, такая своя особенная жизнь. Здесь, получается, эти острова далеко от Испании. Да, потому что часть Испании, но очень много местных традиций, именно канавских, и язык не такой, как в Испании. Поэтому, как-то так. Увидимся скоро на моем канале. Буду стараться снимать почаще, входить в форум и рассказывать вам о всяких других интересных местах, о традициях и о жизни здесь, на Канарах. Всем хорошего, солнечного настроения. Увидимся скоро снова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok